всем привет друзья мои я блогер из турции из города мерсин вы на канале светлана ата добро пожаловать ко мне хочу с вами поговорим не очень много задавали вопросов как я делаю профилактику что я делаю что я принимаю какие лекарства здесь вот и как вы заметили я не обращаюсь к турецким врачам потому что сама себе все делаю два раза в год я принимаю детролекс это в россии называется детролекс он улучшает кровоснажение в сосудах если загустение крови тоже разжижает кровь у него есть такой эффект и и это профилактика инфаркта миокарда а также значит я делаю профилактику два раза в год противогрестной терапии в грузии я применяла вермакс очень много препаратов есть в турции я тоже пошла к участковым врачу и сказала вермакс у них такое нету нужно она мне подобрала другой препарат и вот весной и осенью мы пьем сашкэмом там какой-то курс лечения нужно я не помню сейчас или три дня подряд это все можно почитать в инструкции но обязательно это делаю еще что я сделаю я утром на кощах вот постоянно принимаю одну чайную ложку смеси из прополиса который состоит прополис тыквенные белые семечки не жареные и три столовые ложки меда вот это лекарство я все это повышение для повышения иммунитета мы за три года ни разу не болели простудными заболеваниями потому что там есть эффект прополис действительно это очень хорошая вещь если вам интересно я могу напишите мне пожалуйста в инстаграме и я вам с вами свяжусь и объясню как приготовить этот состав дальше ну естественно я делаю какое-то время перерыв дальше что я делаю я или утром заваривают дневные семечки потом я значит я пью ромашковый чай принимаю какие-то травы то кукурузные рыльцы и не забывайте что вы должны принимать около двух литров жидкости жидкость нужна вода для вашего организма для вашей кожи для выведения токсинов из организма почему я говорю об этом потому что я 10 лет проработала медсестрой урологическом отделении я сталкивалась с такими заболеваниями как камни мочеводящих путей это страшная вещь как только песок появится это уже говорит о том что у вас склонность камне образованию не дай бог он увеличится в размере закупорит сосуд и у вас начнется почечная колика это адская боль сколько раз я встречала ее и обезболивала людей это они на стены лезли поэтому я во избежание для профилактики песка и камней пью 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 постоянно жидкость не надо пить соки не надо пить сладкие чай и просто можете принимать зеленый чай пить но в основном вода большего ничего не нужно я без воды не могу утром пью вечером пью но вечером желательно поменьше употреблять потому что могут образоваться отеки так еще как я пью воду во время еды перед каждым прием пищи я выпиваю стакан воды это вошло мне привычку так как я раньше худела с помощью диетолога врача когда работала в клинике батуми вот она не научила это вошло мне привычку дает и всегда выпиваю стакан воды через 10-15 минут начинаю обедать кушать завтракать ужинать и после еды никогда не за и во время еды не запиваю стараюсь по крайней мере не запивать водой но бывают такие случаи когда я нарушаю и вот вы видите часто моих видео то фанта такого но это очень редко вот даже моему мужа стараюсь говорить не запивай вот он выйдет я не приношу воду вот он пойдет на кухню пьет и курашки подожди чуть-чуть полчаса чтобы не смешалась пища с водой и будет совсем другой эффект для тебя хорошо и для твоего организма постепенно я его отучаю и я тоже выпиваю воду только через полчаса после приема пищи еще что могу сказать как я занимаюсь собой вот моя мама склона хорикозной болезни ведь она делала операцию на нижних конечностях и у нее опять появились вот такие вот как змеи ужасном состоянии ноги ужасно ничего не помогает ну я по генетике не похожи мама наверное скорее отца потому что у меня слава богу нету таких такой болезни заболеваемость и я вот от страха увидел увидев ее ноги в таком состоянии я постоянно что-то делаю чтобы не было у меня такого одно из профилактических мер варикозного расширения нижней конечности является ходьба обязательно ходите прыгайте это мне я советовалась врачом специальным специалистом который сказал светлана прыгай бегай ходи тысячи километров это у тебя никогда не будет варикозного расширения вен нижней конечности я согласна с этим еще хочу с вами поделиться такими лайфхаками скорее всего полезными советами оказание первой помощи когда у вас вообще нету никаких лекарств рядом так как я медсестра в высшей категории российской федерации также медсестра со стажем 26 лет я проработала медицине я очень много видела жизненных ситуаций и оказывала помощь никогда не забуду людям которые умирали искусственное дыхание делала домашних условиях не имея ни лекарств ничего пассаж сердца искусственное дыхание приводила их чувства очень много у меня опыта с этим связано моей жизни случалось очень много ситуаций так как я про работала в российском госпитале во всех отделениях начиная с приемного даже я умею умела определять лейкоциты в крови и брали мы такие у нас были поэтому я сикова я когда говорю что здесь ведь знания медсестры и ее действия отличаются намного намного от тех кто получил образование странах советского союза бывшего и вот у меня была практика и в педиатрии я работала медсестрой педиатрии старшей работала работала с младенцами ставила им внутривенные катетеры и все извините не позвонили и пришлось мне прерваться но продолжим другом месте более поспокойнее здесь надеюсь так на чем я остановилась что работала и с маленькими детьми также работала и в инфекционном отделении и хирургическом отделении у меня диплом медсестры и анестезистки работала в реанимации работала и в глазном кабинете работала в общем везде работала практики много поэтому я хочу с вами поделиться со своими знаниями которые можно применить при первой помощи то есть ситуации когда нету рядом лекарств так с чего мы начнем ну естественно у каждого из нас может него возникнет неожиданно сильная зубная боль и у вас нету никаких анальгетиков анестетиков вообще под рукой что вы должны сделать я сейчас вам расскажу это но для этого мы должны взять одну сигарету этот способ очень практичен потому что вокруг очень много курящих сахар у вас всегда под рукой будет вы что делаете на зажженную сигарету вот сюда опускаете в сахар вот так но я сейчас не буду чтобы это и закрываете вот у вас допустим с этой стороны болит зуб закрываете другую ноздрю и делать такие движения вот делали пока сахар там в этот вы должны чем больше сахара положите лучше вы должны побольше вдохнуть да будет неприятно жечь все но зато у вас пройдет зубная боль это я столкнулась на своей практике недавно у меня было очень малыш на собачка еще было и вот я ходила к зубному врачу и вот она мне когда там посмотрела и говорит пока не надо ничего надо антибиотик пить там нельзя открывать мост боль была под мостом у меня такие страшные боли были о это какой-то ужас я быстро побежала где-нибудь там курилку курили сигарету схватила быстренько на сахар и все обезболилось это проверенный способ метод можете на другую сторону если у вас здесь болит и как только зубная боль будет появляться вы можете ее таким методом купировать но вот насчет зубной боли я сегодня расскажу о двух таких методах если вам понравится то в следующий раз можно продумать что-нибудь придумать если у вас значит началась тахикардия тахикардия это учащение пульса как вы знаете в норме пульс от 60 до 80 если будет выше 80 то нужно делать принять 80 120 допустим 150 нужно оказывать помощь себе и вы можете это сделать вот смотрите допустим вам плохо очень пульс учащенный что вы делаете вы набираете воздух и не выдыхаете вот так и потом вот этот весь воздух делаете такой знаете как спазм создаете себе в организме я покажу сейчас как это происходит как будто роды у вас начались вы понимаете три раза так сделать и вам будет намного легче вы поможете организму справиться сильных таких подробностей вам не нужно но вот сегодня достаточно будет два следующий раз поговорим о другом если вас это заинтересует зубная боль и учащенное сердцебиение тахикардия пишите свои комментарии понравилось вам или нет извините если что-то не так сказала всех люблю вас целую пока пока как всегда в теме на кухне занимаюсь готовкой ужина у меня нет аппетита вообще когда жара я не хочу сейчас я покажу вам что я делаю для моего гигаса посмотрите как я учу его говорить вот сайт я подписалась банда попугаев и вот эта девушка в течение часа повторяет слова у меня не хватает сил а на него посмотрите красавчик ты мой красавчик он так слушает посмотрим результат будет или нет но друзья мои не знаю результат будет или нет но я посмотрела там на комментарии люди говорят спасибо и наш папу богаче говорится говорил вот так вот я сейчас буду это заниматься готовка и ужина у меня плов и соус с мясом и вот курицу разделы хочу перекрутить вы посмотрите разделываю хочу сразу перекрутить фарш на котлеты положу потому что не некогда заниматься я целый день сегодня занята так что вот такая вот я ленивая стала ну вот что я приготовила сегодня плов соус мясо и салат и йогурт и все приятного аппетита решили нашего гигаса выпустить наружу открыли дверцу я позакрывала за навесками все окна а он не хочет гигасе шанслый вышками его зовут чарслы я гигус иди сюда иди кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей гельбурт и гель гель иди сюда перики учтур дур душами береги уч ждем с нетерпением когда он выйдет ты не хочешь до выходить из дома ты не хочешь выходить из домика как я его хочу потрогать и он не дается некоторых же есть выходят эти попугайчики так ходите с него подержать моего мальчика гигас смотрит на мою руку трус трусишка ты мой а 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